как вы сравниваете что вам прикол приехать домой или не домой я ничего не сравниваю я просто смотрю сравнивать глупо глупо что-то сравнивать как можно сравнивать банан и и как говорится и капусту в чем приехали в россии не понял посмотреть на что на правду какую на правду правдушную и как вам она ну совсем не так как говорят по телевизору типа правда в какой стороне ну правда то что ты видишь то что ты смотришь как говорится они так пропаганда которая допустим говорится все же видят но по-другому кто все то есть все которые за россией видят как она в россии а вот я в россии я получается смотрю и вижу не то что мне говорят те которые не были никогда в россии да где правда даже не знаю что сказать в том-то и дело извините что я не говорю вам то что вы хотите слышать нет я даже не пытаюсь этого от вас услышать я без всякой пропаганды просто не было интересно как вы видите после америки ту же самую свою там или не свою россию а не то как люди из другой страны видят я вижу я вижу то что телевизору я вижу то что я вижу это сами знаете что такое телевизор да да так вот я и говорю я вижу что здесь все развивается что страна оказывается прямо бурлит как говорится развитие что люди живут люди живут достойно причем гораздо за достойнее чем где-либо вы за путина а причем тут путин причем за какая разница за кого я просто интересно чего так сразу ну какая путина этот самый путин адекватный президент россии разве не так вы бы голосовали за него по возможности наверно да если бы он бы особенно баллотировался в президенты америки однозначно типа был бы трамп был бы байден и путин если был бы байден и путин все американцы выбора голосовали бы за путина потому что потому что они понимают что такой президент как путин этот именно тот президент который действительно дорожит со страной и делает все для страны если путин президент россии он соответственно отстаивает интересы россии что не так то что это не нравится остальным странам ну так это же хорошо ну еще товарищ сталин говорил что если это самое всем не нравится что мы делаем значит мы делаем все правильно это тоже неправда как-то неправда это правда но почему но потому вы просто возьмите и почитайте вы говорите выдержки товарища сталина это он так и говорил почему это должно нравиться конкурентом нет это как знаю с кем сравнить это не не то чтобы пословица или что-то это не пословица это всего лишь какой примитив это какой-то примитив нравится нам пускай это и другим не понравится или там идите за мной всегда идите следом за мной а вы представьте себе что у вас допустим есть магазинчик и через дорогу еще один магазин точно такой же так вот чтобы у вас было все хорошо надо чтобы в том магазине было наверное хуже правильно а если в том магазине вас хает и тому подобное а у вас все хорошо значит получается вы делаете все правильно вот вы делаете правильную рекламу вы платите своим работникам хорошую зарплату у вас чисто в магазине у вас все нормально пойти к вам люди идут а то магазине народу почти нет и они на вас всякую гадость льют что вы плохой что вы извращенец что вы еще там непонятно какой гад почему они это делают да потому что со злости только с одной и той же злости с которой люди ненавидят когда где-то особенно хорошо потому что это конкуренция именно так и случается как говорится в конкуренции стран тем более в конкуренции систем разве не так ну с одной стороны так как сказали в одну такую чертеж можно согласиться но вы не хотите согласиться потому что это не соответствует ну да вы типа евросоюз но да он такой типа всегда дышит россии спину что они отставают но так выходят кто отставает евросоюз но на данный момент сожалению да вдруг выяснилось что страны евросоюза они оставают от такой как россия не оставают везде вообще вот почему везде вот такой что вы подчеркнули что там не вы не вы перегибаете не они они спрашивают не перегибаю я даже не спорю я просто спрашивают как вы сравнили там я не сравнивал и сказал как есть вы сравнили я самого начала сказал вам что нельзя сравнивать понимаете бананы помидоры это разные вещи да так вот магазин стоит в германии магазин стоит в россии и у вас получается что германский магазин отдыхает глупый глупый пример я вам не так этот самый приводил пример не германский магазин я вам сказал что один магазин и через дорогу другой а вы или от слабоумия или как говорится одни от недопонимания или или вы потому что вы не хотите все-таки признать истину вы берете и начинаете уже магазины растаскивать на российский магазин и германский магазин который стоит в германии и в россии это глупо так сравнивать это просто глупо понимаете германский предложил как европейский причем тут это это вообще не в тему просто знаете серии вы вроде взрослый человек а что это совсем не в тему говорите вам просто понять я понимаю что вам это как говорится ну неприятно слушать неприятно неприятно слышать да что в россии нормально все сами же вы говорите этом не уверены в чем я не уверен то что вы говорите я ой очень уверен в том что я говорю и говорю уверенно вам и мало того отвечаю за свои слова а вот вы не можете в это поверить и не хотите главное ну и ладно хрен с вами чё прыгайте можете как с украины как и в украине одеть кастрюли на голову и прыгать но зачем мало того вот ваших странах особенно прибалтийских это самое народу становится меньше и ник никакого производства нет чем вы собираетесь как говорится в дальнейшем удивлять мир ну прикольно конечно прикольно а вы возьмите в гугл залезьте ради прикола в викопедию даже и посмотрите что оказывается в 2023 году это самая экономика россии на пятом месте мира и на первом месте в европе по ввп и вы раз таки и обалдеете это же для вас тоже будет ним не будет для вас показатель да теперь 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 по показателям 23 года до а то что европа то что европа вас подставила вернее не европа а страна которая замутила евросоюз вы все время кричите что советский союз был ужас ужас дерьмо дерьмо а сами вступили в евросоюз а чем одно другого отличается это тоже союз это тоже как говорится где есть определенные правила союзных республик то есть союзных стран ну и что только в отличие от советского союза советском союзе вам советский союз на вас возлагал большую большую очень такие это самая производственную базу и особенно там в прибалтике тоже электроника делалась и так дальше и так дальше верфи были судостроительные автомобили делались то есть строились заводы для того чтобы вы были системой какой-то частью системы что евросоюз вам принес какие производства вам принес евросоюз никакие ну и чё мы уже ничего правильно пока мисс они конечно субсидируют я прекрасно понимаю тоже америка субсидирует вас ради того чтобы мы могли туда поставить как говорится наши военные базы чтобы влиять на россию не для того чтобы вам помочь но вам перепадает как говорится с этого всего но как только как только смотрите какая интересная штука как только полностью про есть просядет как говорится сценарий влияния на россию а он уже в украине просит просел понимаете вам соответственно будет перепадать вообще минимум кроме этого всего если придет при к это самый трамп трамп то есть к правлению он вас заставить платить за вашу безопасность это именно та основа которая стоит у трампа и он четко это понимает он бизнесмен вы в настрой в нато что такое нато вы когда-нибудь задумывались что такое нато это как макдональдс понимаете это франчайз франшиза как говорят а за нее надо платить а иначе как а чем будете платить это с вашего кармана вот и у вас бюджетик будет еще меньше а а как вы думали вот такая вот к сожалению перспектива перспектива на ну как и у всех но просто не как у всех а как у все у всех тех кто член нато вот таким вот потому что потому что каждый член нато будет многочлену оплатить понимаете есть основной член есть многочлены так вот в нато кто трамп конечно а вы за кто за путина голосует скажите пожалуйста за путина проголосуются россияне которые верят путину а их ты а их очень много я думаю процентов 95 сколько в этом есть но реальности сто процентов не проголосование судя под к нам получит он а вот сколько реально людей которые вы приголосовали я не знаю сколько будет какая будет явка это в корица покажет голосование но я думаю очень многие пойдут она покажет но как она пока как покажет к нас как она сделана так она и покажет но это вы врете сами себе вы просто не хотите верить да нет мне-то чего врать я смотрю вот я смотрю здесь да вы успокойтесь во вас бесит умный нормальный президент я вас принял красно понимаю что он вас должен бесить потому что на на фоне тех дебилов которые сейчас в европе здесь есть нормальный умный президент достойный естественно он бесит вас это он и должен вас бесить потому что он отстаивает интересы россии естественно он вас бесит потому что вот вот знаете кто не бесил особенно кто вообще не бесил европу горбачев не бесил ельцин не бесил они разваливали россию разваливали развали развалили советский союз развалили вот они и не бесили россию у вернее европу вообще не бесили потому что они что были предателями и гаденышами для корица советского союза россии разве не так так для кого они были такими кто но горбачев все для евросоюза в первую очередь разве не так а что вы улыбаетесь разве бы нормальный президент стал бы как говорится отказываться от социалистических республик которые соответственно были очень важны как буфер для россии и для советского союза нет конечно разве бы нам президент стал бы нормальный президент стал бы объединять фрг и гдр нет конечно потому что деды потому что наши потомки наши деды свое время воевали с фашистами и сделали большое дело для укрепления корица границ советского союза все это вы просто забыли об этом ну ради бога что вы нам на музыку посели я вас очень понимаю но что вас политика так вот ну где-то там вот подсадила на такой уровень что на какой уровень на правдивый а что я сказал ни каком месте в каком месте я сказал неправду многих многих во многих нас к назовите хоть одну неправду где я вам сказал я вижу вас что вы просто вот так я понимаю что я вас раздражаю как человек а я понимаю что я вам вам не нравлюсь потому что я вам правду говорю правду мало кто любит слушать я согласен настолько было бы вы бы сразу отключились и бы все я вас слушаю я вас понимаю все это слышу я знаю что такое был горбачев там кто был там ельцин и так далее но это все вот эти вот такие вот и что все держится на россии ну я не сказал такого я вам не сказал не перегибайте я не сказал что все держится на россии ну конечно другими словами сказали конечно не то что какими другими а давайте вы переиначивать не будете ничего а просто воспринимать то что я говорю я воспринимал я услышал вас мало того я могу еще добавить тому что я сказал как только европа очнется и ваши прибалтийские страны вы все повернетесь к россии потому что выгодно а вы так тем более вы не граничите с америкой вы не граничите с канадой вы не граничите даже с англией настолько глупо вести такую политику понимаете вот сидеть я не знаю вы в квартире живете или в доме так разницы нет когда вы срветесь с соседями жизни хорошей не будет понимаете с соседями надо жить дружно тогда можно спокойненько как говорится выходить на свою площадку на свою улицу и не не бояться ничего это раз мало того как говорится можно очень дружненько и классненько проводить время а как только вы разосрались с соседями ничего хорошего от этого не будет поэтому вам первую очередь надо помириться с россией нам это кому прибалтики или вообще прибалтики в первую очередь вы вы граничитесь с россией граничите вы граничите с америка нет с канадой нет с англией нет какого черта тогда вы любите украину конечно это часть часть как говорит советского союза вы любите беларусь еще больше еще больше конечно все везде вам вообще вот все вот так как вот все что транслируется это все идет куда транслируется но везде вот ну что мы слышим что мы везде это все так я не я не понимаю вопроса вашего что здесь везде так как раз везде сейчас в основном не так все перевернулось почему-то кверх ногами заметьте когда был почему-то советский союз никто ни в кого не стрелял а теперь нет советского союза и везде как говорится все ненавидят друг друга и война разве это нормально надо идти всем потом под одним флагом да причем тут одни один флаг можете и быть и в другом флаге вот соединенных штатах америки есть 50 штатов у каждого штата есть свой флаг но есть один общий чё не так почему вернулись не очень понимаю чисто посмотреть как вы сказали да конечно чё я почему я не могу увидеть правду вам рассказать не может мне просто настолько вот такой вот ну как герой своей страны чтобы ну типа увидеть постоять убедиться что ну вот так все таки есть ну вот я увидел убедился и и вам говорю правду я не я не зову вас смотрите я не зову вас вами в россию я не говорю чтоб вы стали россиянином я не говорю чтоб вы стали там 0 стали любить россию еще чуть нет я просто говорю как есть мало того я не говорю что я там ненавижу прибалтику или еще чего-нибудь я не говорю что я чего-то там у вас недолюбливаю я просто говорю чё как у вас есть просто на основании того как оно было и стала да только и всего я сказал вам всего лишь правду. Но вы же как-то не хотите ее принять. Я понимаю, что люди в основном не любят правду. Только сильные люди могут сказать, ну да, блин, это так. Это похоже на то, что я и еще пару людей есть, которые не так говорят, как вы говорите. Почему даже другие люди в вашей стране, которые живут, они по-другому все видят. В Америке те же самые люди, но про другое говорят, да? Не знаю. Я не говорю вообще-то очень так вот против вас, что вы вообще не в ту с тем говорить. Есть у вас тоже доль правды по-любому есть. но вот такая основная, что вот это все, что держится на этом, это вот упало. правда, я нигде не говорю, что все... Вы от этого отказались, вот от этого вы бежали, вам это было дано, но вы сейчас ищете что-то другого, с кем-то там ищете другого, ну, типа, миротворение, там вот появилась НАТО, появилась Евросоюз, они все как бы со своим... А что я не так сказал? Что я сказал не так? Вы в НАТО вступили? Все меняется со временем. Да это тут при чем? Это вы сами себя оправдываете? Да ради бога. Да не оправдываю. Можете всякую фигню себе говорить. Вы в НАТО вступили? Вступили. Каждая ваша республика прибалтийская вступила в НАТО. Вы понимаете, что такое НАТО? Наверное, нет. Вы думаете, НАТО это защитный зонтик. Я еще раз говорю, НАТО это в первую очередь фрэнчайз. Это не Макдональд в любом случае. Это фрэнчайз, чтобы вы понимали. И когда Трамп придет к власти, он заставит вас платить за вашу безопасность. Это так. Понимаете? Это всегда так. Все страны НАТО должны покупать НАТОвское вооружение, НАТОвское, соответственно, все боеприпасы, НАТОвские стандарты и тому подобное. Теперь у вас нет выбора брать что-то нормальное, дешевле. Вам только придется покупать то, что продает НАТО. Это так же, как в Макдональдсе примерно. Я сутрировал, сутрировал. Но вы же не дурачок. Вы должны понять, что я беру, провожу аналогию. Но именно так работает НАТО. Монета не гоните, я-то точно знаю. Вот и все. Поэтому вы теперь в этой зависимости. Хотите вы этого или нет? Дальше самое интересное другое, как я вам и сказал. Вы не находитесь в вашей границе, не граничат с основными странами НАТО. Мало того, если вы думаете, что из-за вас основные страны вдруг кинутся на смертельный бой с, допустим, с Россией, если вдруг у вас будет конфликт, то я вас уверяю, этого не будет. Даже если вы почитаете договор, то там сказано «в помощь», помощь, помощь друг другу странам НАТО, она может быть чисто по телефону. Это не значит, что кто-то, там нигде нету, там нигде не прописано обязанностей, понимаете, других членов НАТО гибнуть за кого-то из членов НАТО. Понимаете, это членство, многочленство было создано только для одного, для интересов основных стран НАТО, что все остальные многочлены будут, вот вы будете обязаны, как говорится, полностью помогать и полностью, как говорится, отдавать свои интересы и жизни за многочленов, больших членов этого НАТО. А те нет. Поэтому в любом конфликте вас сольют, как делать нечего, как это обычно и делается. Поэтому, что вы выиграли от этого всего? Ничего. Но вы в это верите. Ну, верьте. Я никуда вас не зову, я никуда вас не призываю. Я просто всего лишь сказал, как оно есть на самом деле. Нет, вы даже сказали просто свое мнение. Я не мнение сказал, я сказал, как оно есть. Понимаете, я не говорю мнение, честно слово не говорю. А про мнение? Да нет, это не мнение. Скажите, подождите, вы взрослый человек? Вы же взрослый человек? Но представьте себе, вот просто гипотетически, представьте себе, допустим, раз, вот сейчас Россию уберем, вот допустим, какая-нибудь война между, не знаю, Китаем и какой-нибудь вашей Прибалтийской республикой. Вы что думаете, что кто-то вяжется за вас, допустим, там Англия или Америка или Канада вяжется и будет рисковать своей безопасностью из-за какой-то маленькой Прибалтийской республики? Вот серьезно? Нет? Она не одна, тоже вы поймите. Нет, нет. Поймите правильно, это тоже хитрая такая афера, это такое хитрое кидалово. Вот большим странам выгодно вас иметь и они вас имеют, потому что благодаря вам они влияют на большую страну, на такую как Китай, на такую как Россия, это им выгодно. Но если вас будут съедать, то своей безопасностью они никогда не пожертвуют, никогда. Это делается очень просто. Иногда, как говорится, вдруг обменялись какими-то ударами, может быть, даже ядерными, после чего берет телефон, ну чё, продолжаем или на этом всё. И поверьте мне, что там, что там скажут, ну да, всё. И всё. Копался. Вы держитесь, вы держитесь. Да, мне-то чё. Я что там, что тут, прекрасно понимаю, как оно есть на самом деле. Я вас так понял, что, типа, как говорится, если та же самая Прибалтика и там все другие страны, которые там были под СССР или так, как там их назвать, они ушли из этого, и они что-то потеряли, ну, кроме что-то нет? НАТО и так далее. Типа, если бы мы жили с тем же самым рублём, и так жили, как россияне сейчас, нам было бы лучше, что мы имеем сейчас то же самое евро, и как это всё, ну вот. А что вам это евро дало? Как поменялось, допустим, та же самая Литва, там, Эстония, вся Прибалтика, это... Как поменялось? По вашему мнению, по вашему мнению, она хуже стала, я так понимаю. Я не говорю, что хуже, все страны стали лучше, все страны стали лучше, все страны практически, есть эти, кроме России, да вы в Россию съездите, вы офигеете. На каких машинах они ездят? В самую Москву, в самую Москву. Зачем в Москву? Поедете вон во Владивосток, вы увидите больше Лексусов, чем во всей Америке вместе взятые. В одном городе. Это они хреново живут? Приедьте в Сочи, увидите, как говорится, что здесь двух-трехкомнатная квартира стоит столько, сколько дом в Лас-Вегасе. Это они хреново живут? Это у вас можно купить квартиру за 30-40 тысяч долларов. А в этот самое, ну, не в столичных городах, у меня друг купил, у меня друг купил буквально, как говорится, квартирку. Да, мне-то не гоните. А вы приедете, этот самый, а я не знаю, где в России можно купить квартиру. Ну, в принципе, тоже есть такие города, где-то там это самое, в деревушках можно купить, согласен. Там, где нету людей, конечно, так и у вас в России там может быть. Ну, и в России такое есть. На Рублевке одни живут. Вы поедете в Америку, в Детройт, вы там за доллар купите дом. Это что, показатель, что они хорошо живут? Никто не говорит, что Америка хорошо живет. Ну, так вот. Я тоже не сравниваю, опять-таки, я не сравниваю, но когда у вас, вам навязывают мнение, что в России ужас-ужас? А кто навязывает это? Кто навязывает? Ваша пропаганда? Какая? Какая? А телевизионная, в первую очередь? Почему вы думаете? Вы мне только что сказали, что все страны хороши, кроме России. Ну, молодцы. Это уже мы пошли на такое... Это мы пошли и то да все. Я вам очень советую, вы как сосед, возьмите по-соседски как-нибудь, оформите визу или что, вот говорят, и приедьте в соседнюю страну. Тем более, вот раньше вы ездили все в Питер. Приедьте в Питер, офигеете. Питер сейчас, наверное, лучше, чем любой город в Европе. Это однозначно. Особенно с учреждением чистоты. Я вам гарантирую, лучше, чем Париж и лучше, чем Венеция. Однозначно. Ну, с Венецией, это, конечно, тут вообще никого не можно сравнивать. Мы не про это говорим. Тоже, уже так вникли в это, как бы, все там... Я понимаю, что вам плохо от этого. Вы выпейте чего-нибудь, водички там или еще что-нибудь. Будьте... Вы нормальный, адекватный человек. Просто поймите правильно, я не говорил вам никакой пропаганды, просто сказал, как есть. Так вот, я пропаганды не люблю. Да, а также вам сказал какие-то вещи, которые касаются... Подождите, я также вам сказал какие-то вещи, которые касаются вас, с точки зрения, что такое НАТО и тому подобное. Не потому, что я хочу вас оскорбить, а потому, что я знаю, как это работает. Я профессионал, понимаете, в этом плане. Я 30 лет прожил в Америке, я много чего там понял и вам попытался это объяснить. Только и всего. Счастливо вам. Пока-пока. Фу, притомил меня прибалтиец. Не знаю, понял он меня или нет. Ну, если честно говоря, мне немножко даже пофигу, понял меня он или нет. Главное, все те, кто будет потом смотреть этот ролик, поняли бы, что первое, надо поставить лайк, потом, естественно, распространить этот ролик, сделать репост по другим, как говорится, особенно школьным учреждениям, чтобы наши дети это тоже понимали. Ну, и честно говоря, кто не подписался под канал, подписаться, и еще подписаться на мой запасной канал Засада ТВ. И тем, кто помогает моему каналу, вам огромное-огромное спасибо. Ну, наверное, все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok